И вся вода сюда собирается. Вот вся сырость, плесень. И для этого здесь вообще невозможно. Не больше пяти минут можно находиться на подземной парковке, говорит житель дома Василий Шевдин. Из-за повышенной влажности. Все кругом обрастает плесенью под нервное сопровождение капели. И вот из-за таких, казалось бы, небольших капель появляются целые подземные озера. А ведь по идее здесь могли парковать свои авто жители дома. Но теперь здесь можно рыбу разводить. Главная причина затопления парковочных мест считают люди дождевая и талая вода, которая сквозь основания просачивается под дом. Решение видят простое. Нужно делать, как называется, отмостки. Их нету. В данный момент их не видать, вообще нет. Но не у всего дома, а только с одной стороны. Там как раз вода скапливается и топит гаражи. Рядом есть вообще оголенные перекрытия подземной парковки, где тоже появляются лужи и уходят под дом. И третье место во дворе. Не заасфальтированное. Вода просачивается через грунт. Во всех бедах люди винят управляющую компанию, которая якобы за 4 года не решила этот вопрос. Вот только у коммунальщиков есть своя точка зрения. На сегодняшний день на доме минус 2 миллиона. Из них 1 миллион 300. Это док по квартплате, 700 тысяч по текущему ремонту. Но тем не менее, работы по восстановлению отмостки запланированы на июнь месяц 2019 года. Это все зальется бетоном. Как положено, отремонтируем, сделаем. И вот эта вот самая оголенная часть. Да. И получается с фасада 8-го подъезда, между домом и остановкой, значит, там у нас есть низменные места. Мы завезем ПГС, спланируем, разровняем. А заасфальтировать двор уже проблема. Денег не хватит из-за долгов. И это все, что может сделать управляющая компания. Подземная парковка не относится к общедомовому имуществу. У каждого места есть собственник. Вот только счастливым обладателям подземного гаража придется раскошелиться, чтобы достроить паркинг. Наследие досталось им от строительной компании «Доступное жилье». Строителям нужно было быстрее достроить дом и заселить переселенцев. Доделать подземку планировали позже, но компания обанкротилась. Впрочем, бывший директор заверил, помнит про гаражи. А сейчас с нуля подняться очень-очень тяжело. То есть надо все равно создавать кооператив. И за счет реализации, может быть, не проданных гаражей. Ну и за счет дополнительных инвестиций, уже теперь за счет дольщиков. То есть все равно это меньше, чем начинать с нуля, завершать строительство. У меня появятся возможности не раньше, чем ближе к осени. А вот люди не намерены долго ждать. Говорят, страдают с 2013 года. Хватит. Я думаю, что мы высшей инстанцией будем задействовать. В Министре Российской Федерации, я думаю, и в администрацию президента. Уже готовится петиция, уже монтируются видеоролики, которые были с 2013 года. Весь недострой показан. Ну а пока коммунальщики ждут лето, застройщик денег, а Кремль петицией, вода никуда не денется. Стены и потолки в подземке продолжат плакать. Артем Михалков, Василий Самоделкин. Нота Бена.